Всем привет! С вами снова программа «Отдых плюс». Всего неделя и наступят майские праздники. А это значит природа, отдых и, конечно же, шашлыки. Ну и чтобы как-то скоротать эту неделю, мы предлагаем вам самое интересное из мира развлечений. Готовы? Тогда вперед! И начнем сразу с киноновинки. Точнее, с новинки из мира мультфильмов. Совсем скоро на большие экраны выйдет «Рок-дог». Это мультфильм про то, что ни в коем случае не стоит останавливаться на пути к своей мечте. Новый мультгерой отправляется покорять город зверей. Он пес Боуди. И он не унывает, несмотря ни на что. Боуди на роду написано сторожить родную деревню от волков. А он мечтает стать учеником живой рок-легенды – кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы. Да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то все непременно получится. И помни, все в твоих лапах. Если б ты чувствовал, что чувствую я, это ответ на вопрос всей жизни. Рок-дог. Что? Это был ваш план? Обалдеть можно. Маленьких любителей животных приглашаем на чудо-выставку. В городском дворце культуры можно полюбоваться на настоящие тропики. Выставка экзотических животных «Мир тропиков» открыла в свои двери. Там вас ждет увлекательная экскурсия и знакомство с ящерицами, крокодилами, трехметровым питоном, скорпионами, пауками, а также милыми и пушистыми обезьянками. Я думаю, такое приключение будет интересно не только детям, но и взрослым. Итак, младшее поколение у нас уже занято. Теперь займемся теми, кто постарше. Переходим к категории 12+. Всех любителей спорта приглашаем поболеть за лучших в дисциплине дзюдо. Первенство города пройдет в спортивной школе номер 3, 29 апреля. Приходить и поддержать смартсменов можно будет уже с 10 утра. И эту категорию не оставим без киноновинки. Фильм «Сфера» можно увидеть в кино уже в этот четверг. Итак, представьте, недалекое будущее Мэй, она же Эмма Уотсон, устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бейли, он же Том Хэнкс. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представление миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании, пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких, да и всего человечества. «У нас были приключения, мы радовались жизни, а теперь весь мир через эту призму. Ты считаешь, это нормально?» «Я хотел создать совсем не это. Сферу пора менять. Все, что увидено, записано, передано, хранят и анализируют здесь. Они могут пустить это в ход, их ничто не остановит. Знать это хорошо, но гораздо лучше знать все. Мэй, ты ничего не хочешь нам рассказать? Сфера А 1 мая ровно в 12.00 приглашаем вас на концертную программу муниципального народного академического хора города Бийска и образцового хореографического ансамбля «Мечта» под названием «Виват Классика». Данный концерт посвящен классической музыке и танцу, поэтому, если вы любитель обвозвышенного, обожаете классические произведения и балет, то это то, что вам нужно. Приходите, будет интересно. Ну вот и настал черед категорий для самых старших. Интересно, что там? Тогда не смею вас задерживать. Вперед! Не пропустите самое смешное событие месяца. 25 апреля в городском дворце культуры пройдет финал городских игр КВН. Сезон 2016-2017. В итоговой игре сойдутся самые смешные и сильные команды всего сезона. Ребята Сбийска, Горноалтайска и Барнаула будут бороться за звание чемпиона нашего города. Не пропустите! 25 апреля ровно в 6 вечера они будут ждать тебя, чтобы развеселить. А если вы любитель спокойного времяпрепровождения, народных песен и душевной атмосферы, то добро пожаловать 29 апреля на 21-й краевой фестиваль ветеранских хоровых коллективов с песней по жизни. Борьба за пальму первенца среди поющих начнется уже в 9 утра. Эй-хей, любители космоприключений! Для вас очень и очень хорошая новость. Совсем скоро на экраны выйдет продолжение всем известных Стражей Галактики. В сборе все. Землянин Питер Квилл, он же Звездный Лорд, молчаливый Громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, енот Ракеты, ну и, конечно же, милый маленький Грут. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба, а иногда даже с пользой для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн Галактики. Кто же на самом деле отец Питера Квилла? Вы только и делаете, что орете друг на друга. Вы не друзья. Нет, мы семья. Ну, все кроме нее. Марвел представляет Стражи Галактики Часть вторая Сколько долгих лет я искал тебя. А ты кто еще такой? Я твой отец, Питер. А теперь встречайте наших участников традиционного конкурса «Отдых плюс». Они не забывали не только отдыхать, но и фотографировать свой отдых и выкладывать его в соцсети. И теперь награда ждет своего победителя. А победила у нас вот это прекрасное фото. Поздравляем вас. Приходите на спеково-16 и забирайте свой по праву заслуженный приз. На этом, пожалуй, все. С вами была я, Елена Колточакова. Ваш самый первомайский гид среди мероприятий нашего города. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!